Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это книга Левит 5.15 и книга Левит 5.18, мы зададимся вопросом, кому приносилась жертва, кому приносились все эти ветхозаветные жертвы, священникам или Господу. В чем суть проблемы? В книге Левит 5.15 дается повеление приносить Господу жертвы. Ну, казалось бы, все вполне логично, но в этой же главе, в 18 стихе, говорится, что было предписание приносить жертвы к священнику. И возникает вопрос, как это вообще может быть с отнесено, если Господь – это Творец, а все священники – это часть Его творения. Можем ли мы совмещать служение Богу с неким благотворением по отношению к священникам? В Евангелии от Луки, 10 глава, 16 стих, говорится, «Слушающий вас» – это Христос обращается к апостолам – «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается. Отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Решение вот этого ветхозаветного текста из книги «Левит» в соотношении двух стихов, оно, в общем-то, очевидно. Жертву приносили Господу, но передавали через священника. А священник, который имел право священно действовать, он совершал все необходимые действия. До того, как Бог не избрал землю израильскую, жертвоприношение можно было совершать где угодно. И мы видим, что Ной, патриарх Ной, приносил жертву на горе Арарат. Но после того, как Бог избрал эту землю, жертвы можно было приносить в любой части святой земли. В любой части. Но после того, как Господь избрал Иерусалим, и гору Мария, то можно было совершать жертвоприношение только там. До того, как Бог не избрал колено Левина, любой человек мог приносить жертву. И мы это видим. Но после того, как Бог избрал колено Левина, только левиты, которые были потомками Аарона непосредственно, они могли приносить жертву. И всегда вот очень серьезно относились к этому порядку, к этой иерархии. И мы знаем, что сам Христос, когда Он исцелял больных людей, казалось бы, Он первосвященник небесных благ, как в послании к евреям, называет его апостол Павел. Но он, исцеляя людей, прокаженных, по закону о мацоре, то есть о проказе, посылал их показаться священнику. Тем более имеет преимущество христианское священство. Ибо одно дело, поставленное по закону, другое дело, поставленное действием благодати. Поэтому в первом послании к Фессалоникийцам 5.12 говорится, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». То есть мы должны уважать труд священнослужителей, когда они в молитве предстоят за народ Божий и когда они вразумляют нас, то есть через наставление в Слове. Если мы сталкиваемся с тем, что кто-то где-то там плохо отзывается о любом священнослужителе, никогда равнодушно к этому не относитесь. Первая Тимофея, 5 глава, 17-18 стих сказано, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Ну, скажем так, начальствующие пресвитеры – это как благочинные теперь. «Особенно тем, которые трудятся в Слове и учении». То есть особенно мы должны поддерживать тех священнослужителей, которые трудятся в Слове и учении, потому что они не только совершают какие-то обрядовые действия, участвуют в совершении таинств, но они и разъясняют людям, наставляя их в Слове Божьем и в церковном учении. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Это 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих. Что значит «не заграждай рта у вала молотящего»? Надо обеспечить для таких священников, прежде всего для тех, которые трудятся в Слове и учении, спокойную жизнь, чтобы они не отвлекались от основного своего служения, предстоятельства и наставления в Слове, на какие-то бытовые вопросы. Я помню, что когда я прибыл на свой первый приход, я был дьяконом, это в советские времена, мне было где-то 25 лет, это Тамбовская область, город Кирсанов. И мне сразу выделили полдома, а у меня вот не было своего жилья, в общем-то никогда, только в последнее время, года три, у меня вот уже в наше время появилось жилье, мне верующие собрали просто и купили. Благослови Господи отца Павла Островского, который вот позаботился об этом. И сразу ко мне пришла команда женщин, православных бабушек, и они стали наводить порядок в этой половине дома. В одной половине жил отец-настоятель, протеерей Константин Захарка со своей супругой, прекрасной матушкой, Царствием Небесным. А я жил в другой половине, но я был один, и вот женщины взялись мне помогать. И это действительно высвобождало все мое время, мне там не надо было чем-то еще заниматься. Я занимался тем, что я готовил беседы, их проводил. В своем храме, хотя это были сайские времена, я оказался проповедующим диаконом. На праздники меня ставили произносить проповеди. Я серьезно относился к этому служению. И вот прошло уже сколько лет, мне сейчас идет седьмой десяток, уже за шестьдесят перевалило, я до сих пор получаю иногда посылки с первого прихода. Вот бабушки пожилые, которые еще помнят мое диаконство там, когда мне было 25 лет, присылают мне косоворотки и, извиняюсь за подробности, семейные трусы. Я люблю, чтобы, например, русская одежда, русский стиль, а если ты носишь нижнее белье, как минимум ниже колен. Ну, как и было принято, русские мужики носили так называемые портки, чтобы порядок был, скажем так, и во внешнем виде. Священники нуждаются в поддержке мирян, в поддержке народа Пожия. Без вашей помощи наше служение, оно не будет столь эффективным. И мы помним с вами, друзья, когда была битва с Маликом, еврейского народа, Моисей воздевал руки и молился, но он был пожилой человек. И его ноги уставали, он молился стоя, и руки уставали. И тогда подошли его помощники, они пододвинули камень, на который Моисей сел, и стали поддерживать его руки. Очень важно, друзья, когда вы поддерживаете руки священников, помогаете, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Сейчас летнее время. На лето многие уезжают за город, в деревни, в села. И там рядом есть храмы, которые обычно посещаются только москвичами и только в летнее время. Протяните руку помощи этим священникам. Они нуждаются в вашей поддержке. Это бедные приходы. Нету как бы смысла помогать богатым московским приходам или питерским. Но вот во время летних каникул, отпусков, когда вы оказываетесь за городом, посетите приход, который рядом с местом вашего отдыха и принесите туда свою лепту или предложите какую-то свою помощь. Это будет правильно. Потому что мы возносим молитвы и прошения через наших священников, деканов и пресвитеров. От них мы получаем наставление вере и они сообщают нам необходимые действия для совершения таинств. Проявим благодарность по отношению к ним. Я так понял слова вот этих двух текстов, которые мы исследовали. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok